как видно по названию скорее всего название связано как-то с бампером пришел бампер долгожданный долгожданный почему и кто-то расскажет блин чувак какой долгожданный если ты все время говорил о том что нахрен бампер потому что это лишний вес на морде все такое да согласен но но данный бампер стоило 19000 рублей 19000 рублей ближайшие к нему ну по дешевизне это наверно бампер какой-нибудь типа риф это риф стоит 60 наш российский а дальше уже 100 там 110 120 можно купить китайский за 60 копию мапаровского но мне не очень нравится то что он выглядит как сток но это и есть по сути сток плюс он китайский то есть это просто его копия ну короче а так и вот помимо того что он стоит 60 тысяч еще доставка его будет стоить там тысяч 50 то есть она даже китайский выйдет там ну в районе стану может 90 может 80 может 70 можно где-то найти но в любом случае это очень дорого за бампер и как бы в таком случае помимо того что это лишний вес ты еще думаешь блин я еще за лишний вес должен платить какие-то огромные деньги хотя плюсов от него особо никаких вот и я получается когда уже поставил лебедку поставил задний бампер задний пампер бампер стопа на 20 тысячи рублей перед новым годом или 23 не помню и что-то я тогда увидел вот этот бампер передний тоже варм он стоил перед новым годом я не помню сколько он стоил а вот месяц назад и там три недели назад он стоил 19 тысяч я потом блин не приносит 19000 не в принципе всегда всю рендеровскую жизнь то есть уже четыре года и 190 тысяч километров мне нравилось вот это вот то что не спереди торчит вот эта вот штука точнее наверное где-то тысяч 50 когда им получается ему снял бампера отрезал по бокам вот это вот что-то усилитель бампера или как называется вот и и на нем просто висел номер и получается между усилителем ну то есть вот между вот этой частью и решеткой радиатора здесь была просто такая дырка и здесь со стороны смотришь ли он такой какой-то и вообще вот эти вот выпирающие две палки ну то есть рано рама рама понятно что это просто концы рамы две вот эти выпирающие штуки мне не нравились вообще всю его жизнь я каждый раз смотрел растро расстраивался но ничего такого чтобы купить недорого и сюда поставить я не находил все было очень дорого и в общем-то не имела никакого смысла собственно вот поэтому я купил этот чертов бампер потому что он дешевый почему долгожданный потому что наконец-то я дождался чего-то дешевого вот почему потому что до этого я в принципе все что смотрел ну не было ничего такого и в целом наверное это все единственное что обидно что получается я купил вот эту площадку под лебедку купил крюки мапаровские которые на американские бампера идут и на это потратил 25 тысяч вместо этого я мог купить сразу вот этот вот этот бампер но почему-то когда я не знаю как это как это работает ну короче когда я тогда искал я не нашел этого бампера то есть все что нашел тут вот эту самую дешевую площадку под лебедку было у джип кастом еще у кого-то джип кастом помощь 60 или 30 не помню площадка под лебедку стоит тоже дороже дороже чем это короче любом случае вот на эту конструкцию потратил двадцать пять или двадцать четыре тысячи на бампере еще 19 получается вот эти вот двадцать пять тысяч которые сейчас находятся на ренвере их придется ну просто просто убрать получается их придется потому что в них нет никакого смысла единственное не единство что а еще что скажу по поводу чем меня эта конструкция не нравится ну во первых понятно что когда номер загибаешь он загибается первых не до конца и тросу по всякому номер этот корячит и конечно он выглядит уже так себе и можно было думать ну блин наверное в этом всем есть смысл я думал поставить этот как откидную рамку номера потому что так типа меньше видно лебедку меньше приклеивает гибдд но вообще полный бред потому что охренеть как видно лебедку и ну то есть я не знаю это надо быть прям совсем слепым чтобы ничего здесь не увидеть и плюс к тому что вот она задевает за номер она у меня у меня тут оторвался болт но я говорил когда мы ездили она вообще как-то работает непонятно и когда лебедка работает вот это вот кажется конструкция вот это вот как усилитель бампера он очень тонкий и даже сейчас можно видеть что я его могу даже рукой подвинуть и соответственно когда лебедка влево вправо тянет вот эта вся конструкция она вот так вот двигается и даже когда ты его трос натягиваешь вот здесь она прям вот так вот скручивается немного ну не прям вот так вот скручивается но немного так поворачивается мне кажется тоже не очень какая-то хорошая ситуация поэтому это был еще один из поводов почему я хотел поставить все таки бампер тем более такой дешевый конечно и конечно если бы он стоил те же самые 60 70 80 я бы на все забил хер так бы ездил или может быть номер просто бы перевесил так как он у меня висел изначально собственно вот сейчас мне нужно его поставить не знаю я наверно за один вечер сейчас уже семь часов за один вечер я скорее всего не успею может успею с другой стороны здесь ничего сложного нужно просто открутить лебедку открутить эту площадку прикрутить прикрутить бампер там 4 на здесь получается 8 болтов там эти 8 болтов нужно просунуть на такие конструкции короче все должно быть не так уж сложно а и еще один момент по поводу бамперов множество бамперов которые я смотрел они крепятся получаются вот здесь у рендеров такая конструкция висит и она висит примерно вот досюда на нее крепится ну типа защитная такая хреновина или я не помню чего короче какая-то хреновина здесь крепится и получается когда я все снял вот эти штуки висели вот досюда примерно я их просто отпилил потому что ну было некрасиво как они висят и получается многие бампера они крепились как раз таки вот в эту вот в эти уши или как я не знаю как правильно назвать и получается что даже этот бампер он крепится на 4 болта понятно который нам 8 болтов которые улись по краям но по концам рамы на которых вот эти вот крюки то есть вот сюда 4 болта и там 4 болта но плюс к тому у них еще есть типа дополнительная как защита или как-то назвать ну точнее защита дополнительное усиление которое тоже крепится вот к этим ушам но у меня это будет к ним крепится не будет потому что их просто нет ни к чему крепить собственно собственно вот надеюсь все станет без всяких подпиливаний подхириливание и без всяких проблем пойдет сейчас мне надо все это снять все в снегу ни хрена не тает в гараже счета около нуля наверно пониже даже чем 0 поэтому так можно в лебедке отлетела отлетела какая-то хрень потому что вот это валялось ну под ней возможно за это цеплялся трос или херу или это просто она притащила на себе то тащила через снег не знаю что такое надо будет ее полностью размотать и посмотреть что там что гряд соединять лебедку но снимать этот самый решетку и отсоединять все провода у меня особого желания нет поэтому я решил просто его так оставит но если не получится значит придется все таки и отсоединять но есть не придется осталось еще два болта получается вот вот эти вот этот и вот этот и и по идее все можно ставить бампер здесь короче вот такая конструкция сюда везде нужно будет просунуть болты если два болта можно просунуть спереди но вот так вот их нагнув и вот сюда в бок здесь тоже нагрузка в бок то как просовывать вот эти два я честно говоря понятия никакого не имею здесь та же самая ситуация почему нельзя было сделать все болты вот такими мне немножко непонятно ебаная гупрошку почему я еще не продал не понимаю короче бампер на месте все встала в принципе нормально я начал наверное часов 7 или 8 сейчас уже почти 12 сейчас где-то 1130 и на самом деле его не сложно ставить ну в том плане что не нужны какие-то особые знания просто очень неудобно потому что он тяжелый лебедка тяжелая везде руками под какие-то неприятные неудобным углом нужно тянуться до всех болтов и так далее болты внутри которые вот нужно было вставлять которые вставляются в итоге в итоге в раму они когда ставишь бампер они ездят их нужно как-то закрепить в общем просто вот этот подгонка потом я думал не знал как мне закрепить номер ну вот я сказал что у меня квадрата мне не очень нравится как он низко висит но с другой стороны его по-другому никак не повесишь потому что если здесь висит его выше весить если вешать его выше то получится что я я и так в принципе цифру то задел что не очень хорошо а если еще выше то он получается ну прям будет прям в цифрах это конечно не очень а вот куда-нибудь сюда его не повесишь потому что он будет задевать направляющую для лебедки я ее выкрутил до конца оказалось что там нет никаких проблем но то что я нашел какую-то непонятную штуку она никак не связана с самим барабаном но тем не менее хорошо что я выкрутил до конца потому что там весь трос был намотан хрен пойми как где-то он просто болтался где-то он друг ну задел и вообще не хотела выходить на общем лебедка работает все работает а единственное что не знаю работают ли против противотуманки я не проверял но честно говоря наверное проверять буду завтра потому что я немного от заебался вот собственно сейчас мне нужно ее трос затянуть обратно и в принципе наверное на этом все он у меня висит получается всего лишь на восьми болтах то есть которые вставляются в раму никаких там соединений типа закрепляющих так сказать нету так как у меня все отпилена хотя хотя вот этот самый какого хотя вот эта вот штука висела все-таки ну вот видите вот эту вот эту хрень прям по центру она вот вкручивалась ну сбоку в раму короче не знаю будет ли какой-то отток от этого толку может я еще подумаю посмотрю потому что у него остались вот такие вот куча переходников может быть можно один как раз таки при присобачить вот в бок рамы да он возможно будет снизу чуть-чуть торчать ну и хер с ним надо будет попозже я честно говоря просто сейчас уже не хочу этим заниматься но скорее всего один из один из этих вот одно из этих креплений точник скорее всего крепится где-то в боковине и возможно ну в боковине в смысле в бок рамы и возможно даже в ту часть которая у меня еще осталось потому что до конца и отпилить нельзя потому что там крепится стабилизатор собственно вот лучше ли чем было скорее всего да сильно ли просил рендер не знаю я не заметил чтобы он просил насколько то ну как он будет ездить ехать будем смотреть еще одна причина почему я хотел повесить бампер это противотуманки не потому что мне нужен какой-то топ света потому что можно использовать противотуманки как дневные ходовые огни и даже у меня получилось в проги джейска но которая сканирует ошибки и там можно прописать колеса прописать всякие функции возможные вот короче там можно прописать чтобы противотуманки включались всегда и работали как дневные ходовые огни то есть когда я завожу ренглер и у него не включены фары все равно говорят горят противотуманки то есть получается у меня как бы как будто бы это ходовые огни сейчас давайте его просто заведем или просто включим звук нет заведем получается но будут гореть что связано с противотуманками они противотуманками и дневными ходовыми огнями еще что меня раздражало это вот ренглеровский вот эти вот диодные фонари я честно говоря фары я честно говоря их покупал по одной причине потому что вот здесь я отрезал то что здесь были поворотники и здесь были поворотники и ходовые огни и вместо них я решил что вот будет фара точнее будут фар но они горят светодиодами когда просто дневные ходовые огни включены а когда поворачиваешь вот они горят вот так но но они не особо то лучше светит днем чем галогенки да конечно лучше но не сказать что какая-то колоссальная разница с ними и с галогенками и вот эта фара у меня постоянно марта и мерцает ну так чуть мигает и как-то правильно назвать наверно мерцает если включить просто диоды и ну точнее ходовые огни и если например включить поворотник включить поворотник о причем вот так пишет только про правый хотя он все равно работает но и соответственно если фары выключены до поворотниками пользуются тоже нельзя он через время начнет вот этой фигни заниматься то есть если допустим у меня сейчас работают противотуманки но при этом я хочу куда-то поворачивать это будет выглядеть вот так а то есть это вообще не работает то есть обязательно нужно фары включать для того чтобы поворотники работали вроде бы каким-то образом я искал на ютюбе что можно от этого избавиться с помощью там такой есть программа тейзер ну и программа как-то перри ну типа обманка короче специальная такая штучка которая втыкается в обе д и там можно всякие с ней штуки классно делать вот больше чем с обычным обаде сканером обычная обманка и просто приложением на телефоне jscan но короче не суть вроде бы как им можно выключить вот эти мерцание то что внутри и нормально будут работать поворотники но я пробовал через Джейскен и даже то что делали на ютюбе через джейскен у меня это не работает все равно каждый раз вот загорается и показывает что поворотник не работает а я я думаю интересно у меня поворотника работает или не работает он вроде бы работает но как бы мне неизвестно и помимо того эти фары еще постоянно запотевают прямо только какой-то малейший дождь снег или еще что-то и вот здесь внизу прям у них на пол фары наверно вот от середины и до самого низа запотевания поэтому я решил что надо вернуть обратно старые галогенки которые нихрена не светит но в принципе эти нельзя сказать что прям супер круто светит и у меня получается будет дневные ходовые это вот противотуманки галогенки будут светить когда нужен свет и еще я купил такие вот штуки от не от а для мотоцикла вот такие вот поворотники галогеновые они у меня уже стояли какое-то время стояли они вот тут в принципе они нормально работают ну как поворотники они галогеновые и получается wrangler не думает что это какая-то ошибка то есть они нормально работают в плане без вот этих вот короче он не пишет что здесь нету фары он думает что это родная фара и плюс к тому вот на этих фарах еще получается если машина выключена и стоит на аварийке где-то спереди не видно что она стоит на аварийке потому что поворотники не работают а вот этой херней они работают независимо от включения или выключения фар я думаю попробовать их поставить вот сюда например или вот сюда кстати они сюда практически ну хорошо допустим вот сюда здесь меня будут поворотники здесь у меня будут дневные ходовые авнии а здесь обычные фары в общем фара поставить точнее поворотники не получилось но точнее получилось все стало там правда через проставку серого ну понятно металлического цвета потому что если просто их поставить то они проваливаются но очень красиво выглядит на пехе с ним они короче не работают но не работают не потому что у меня по справедам с проводами что-то и что-то в этом море а потому что мне просто из в адрес ну где их и заказывал пошли не рабочие фары не фара эти поворотники они никаким образом не работают ни один ни второй так я не знаю вот получается те фары работают поворотники работают дневные ходовые ну то есть все работает попробовал по разному вот соединять все работает а вот именно эти не работают так что не придется вернуть заказать другие точнее я уже заказал но когда они придут хер узнай итак всем привет сегодня уже хер знает какой день того что я практически каждый снимаю что-то но в итоге по факту по факту бампер поставил до фонари я не поставил я купил аж целых три штуки внутри пары поворотников от мотоцикла на wildberries и все три они не работают причем у меня были точно такие же стояли блин я вот фотку надеюсь найду где-нибудь что они у меня это стояли и они работали и там я их подключал ровно также провод к проводу и ничего другого не пробовал делать я пробовал там добавить минус на этом поворотники хотя у него нету провода под минут тереме короче они работают ни один из трех не работает поэтому я вернул обратно фары там поворотники и габариты все работает но было бы странно у меня получится на фарах все работает а на этих не работает значит проблема в фарах и в рэнглере а не в поворотниках короче я надеюсь что я смогу их вернуть в адрес и не будут вонять в принципе там никаких особо следов установки нету хотя это вроде не касается в адрес по поводу следов установки это все-таки автодоки всякие любят этим промышлять но тем не менее в любом случае до их предотвращать фары вернулись обратно так что все как-то так а что я сегодня вообще снимаю еще одна из причин потому что получилась какая-то такая странная история что мне написал чувак телеграме он каким-то образом ему какой-то знакомый скинул ссылку или просто поделился моим каналом на ютюбе он нашел этот канал написал мне в телеге и вот мы решили встретиться у него тоже рэнглер вот решили встретиться и возможно куда-то прокатиться сегодня у нас на улице 0 плюс 1 минус 1 на улице просто вода идет дождь прям реально сейчас идет дождь и куда мы с ним поедем и где мы с ним не застрянем я не знаю скорее всего никуда и мы застрянем прям в самом начале чего-либо еще проблема в том что я не знаю куда нам ехать так чтобы типа ну как бы прокатиться и как бы что-то сложное и как бы ничего ничего сложного у него рендер стоковый насколько мне известно пока что рубикон тревдерный на зимний по моему капеллития возможно нет капеллития не знаю но на обычный короче стандартных зимних колеса там 265 77 или 65 17 не знаю не помню размер какой-то стандартная стандартный размер колес зиме резина соответственно все блоки у йорки и еще короткая база то есть возможно в чем-то он лучше меня где-то поедет а возможно при это хуже из-за того что ниже висят дифференциалы а еще вот что в чем проблема в чем проблема я не сказал что я не знаю место где можно просто прокатиться что было как бы и легко и тяжело и все сразу я знаю либо куда-то заехать в лес полную жопу оттуда не выехать либо различные дорожки по которым можно проехать и на мини-кантри мэн так что посмотрим что из этого выйдет в общем-то далеко не отъехали я уже засел как всегда ну ненамного дальше ну а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Любит оффроуд Ой, японский ты автомобиль По колено Ну, острое позабивать Не пробил Нифига себе Да, делает вещи А если другой стороной попробовать? Нормально вообще дела Кажется, молоток улетел Молоток вернись Я все прощу Нормально Нормально Да уж, изи Поменялись машина Да, конечно как Со всеми блоками Просто изи Он просто едет и все И вообще насрать ему Кайф На другой стороне Немного по колее И это Орангелер там Орангелер Ты там Вообще В раскоряку Еще Стабилизатор Разомкнут В общем Чистый кайф Что я снимаю? Что я снимаю? Тебе Выглядит Конечно Сзади Страшновато Немного по колее П органов Продолжение следует Сcess Гор stress Продолжение следует Кайф Скидка Сюм Я Скидка 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 А Скидка Скидка Продолжение следует... 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 Продолжение следует...